У черепахи Никольского на передней лапе пять когтей, а на задних четыре. На счету Елизаветы семь спасенных черепашьих жизней. С большой долей вероятности, животные, которые оказываются в городе, погибают. Например, под колесами машин. Найденную черепаху выпускают вдали от цивилизации. В некоторых случаях их нужно лечить. Что делать, рассказывает специалист из Москвы. Черепаха Никольского, редкий вид в Путырическом заповеднике, их пять или шесть тысяч. Прежде всего, знакомить всех людей. И можно ввести на уроках обоноведения и биологии именно, чтобы оговаривали о подвиде черепахи Никольского. Ну, это просто нам интересно. Интересно помогать черепахам. Ну, они такие беззащитные, маленькие. Елизавета заняла одно из первых мест на конкурсе практических работ, организованном специалистами заповедника. Впервые он стал всероссийским. В нем приняли участие школьники из Краснодара, Новороссийска, Твери и Москвы. Ребята из средней полосы изучают флору и фауну Черного моря. Несколько призов отправят почты. Юноша с двойным именем Юрий Тарас разработал игру-квест для младших классов, чтобы им было интересно. Десятиклассник занимается экологией уже более четырех лет. Интерес к теме пробудил учитель географии. Потому что интересно. И мне это нравится. Я люблю биологию, хочу стать ветеринаром. И поэтому люблю животных. Не могу смотреть, как животные страдают. Поэтому стараюсь им помочь. Это очень нужно. Это практически заказная работа. Он исполнил нашу мечту, написав нам такой квест. Квест был написан для нашего детского парка, так называемого острова. Там тоже у нас, кстати, растут очень много растений разнообразных, деревьев, кустарников. И живут обитатели. И пройдя даже по небольшому такому отрезку, с интересными заданиями, выполняя их, можно узнать на обитателях нашего заповедника. Самая большая часть конкурсной программы – творческая. Более трехсот работ. Организаторы поставили задачу изобразить обитателей заповедника с учетом особенностей их поведения. Алиса завоевала первое место, нарисовав оркестр цикад. В жюри оценили творческий подход к теме. Ассоциация родилась после походов в составе отряда скаутов. Цикады, ну они как бы поют, они трещат таким звуком, он похож на трубы и тромбон. Я ездила каждый год в скаутский лагерь на большом утрише. И мы там, ну как бы каждый день мы проводим с цикадами. И первые три дня они так звучат, и голова болит. А потом уже все остальные дни уже так привычно. В целом организаторы отмечают высокий уровень научных работ. Многие из них будут использовать в практической работе. А те, кто рисует картины, узнает что-то новое о живой природе.